Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, недавно мы выясняли, кто из больших диких кошек настоящий царь, тигр или лев. Мнения разделились, и поэтому у нас сегодня в гостях царский потомок, который является одним из трех вымерших подвидов полосатой дикой кошки, который исчез с лица земли в конце двадцатого века. Кстати, благодаря азиатам за ним закрепилось прозвище джюльбарс. Встречайте туранского тигра, он же закавказский тигр или каспийский тигр, подвид тигров из черной книги животных, обитавший в Средней Азии, Северном Иране и на Кавказе. Почему джюльбарс? На тюркских наречиях джюль означает «путь» или «полосатый барс» от слова «юль-юль». Таким образом, это слово можно перевести как «мродячий барс» или «полосатый барс». Этимология слова связана с поведенческими особенностями хищника. Он был способен совершать путешествия за сотни и тысячи километров от места своего первоначального пребывания. А за сутки этот тигр мог пройти до ста километров, что говорит о его супервыносливости. Ведь далеко не все котики – марафонцы, они скорее спринтеры. Если вкратце о размерах, то эта кошка находилась примерно посередине между амурским и бенгальскими тиграми. В то время амурцы были самыми крупными, ну а бенгальцы наступали им на пятки. Длина взрослого самца Туранского тигра составляла около 2,7-3 метра, а его средний вес был около 200 килограммов. Максимальный вес каспийца мог достигать 250 килограммов и более. Джульбарс отличался ярко-рыжим окрасом шерсти, а также длинной полос. Они были более длинными и имели коричневатый оттенок. Зимой мех у Туранского тигра становился более густым и пушистым, особенно на животе. Зимой появлялись и пышные бакенбарды. Мех у данного подвида был самым толстым по сравнению с другими тиграми. Местами обитания этого прекрасного представителя кошачьих являлись тростниковые камышовые заросли по берегам рек, которые в Средней Азии называются тугай. Отдельно стоит отметить его умение маскироваться. Туранский тигр был настолько незаметен и скрытен, что жители Средней Азии даже приписывали ему магические способности. Основной кормовой базой были копытные сейгаки, косули, иногда кабаны. Есть сведения, что за мигрирующими кабанами Закавказский тигр доходил до Восточного Казахстана и Алтая. На севере верхней границы их постоянного реала являлось озеро Балхаш, что в Казахстане. Свои лежбище Каспийский тигр устраивал обычно в непролазных местах, однако обязательно недалеко от источников воды. По оценке ученых, наблюдается значительное сходство между туранским и амурским подвидами тигра, указывающее, что популяция амурского тигра является генетически близкой туранским тиграм. Научные изыскания указывают на то, что общий предок туранского и амурского тигра колонизировал Центральную Азию через регион шелкового пути из Восточного Китая, причем менее чем 10 000 лет назад. Впоследствии он распространился на восток, образовав популяцию амурского тигра на Дальнем Востоке России. Однако впоследствии действия человека изолировали ареалы популяции туранских и амурских тигров друг от друга, и они разделились на подвиды. Ну а теперь о грустном. В Средней Азии местные жители, как правило, считали, что тигры не представляют угрозы для жизни людей или, по крайней мере, они мирились с их существованием рядом со своими жилищами. Наибольшее же влияние на снижение численности популяции тигров в Средней Азии оказало освоение российскими переселенцами этого края, так как российская администрация предлагала значительные усилия для уничтожения этих хищников. В 30-е годы XX века закавказские тигры водились на берегу Амударье в заповеднике «Тигровая балка» в Таджикистане. В районе границы с Афганистаном последние документально подтвержденные случаи появления тигров на территории Советской Средней Азии были зафиксированы в конце 40-х – начале 50-х годов. Последний появившийся на советской территории на границе с Ираном тигр был зафиксирован 10 января 1954 года, когда пришел сюда с северных районов Ирана. А последние следы тигра были отмечены 8 июля 1954 года в заповеднике «Тигровая балка». С туранским тигром связано немало легенд и преданий, так как его способность маскироваться, неожиданно исчезать и появляться создала ему славу сверхсущества и даже оборотня. Одна из таких легенд связана с именем Александра Македонского. Якобы он, после завоевания Средней Азии, углубился в малонаселенные земли в окрестностях современного Ташкента, где охотился на туранских тигров с помощью дротиков. А еще, как известно в исламе, существует запрет на изображение живых существ. Однако именно для тигров в суфизме одной из ветвей ислама было сделано своеобразное исключение, и образ каспийского тигра встречался на коврах и тканях, а также на фазатах мечетей. Тем не менее, есть и ложка меда в этой бочке дегтя. Первым шагом к реинтродукции каспийского тигра стала программа, стартовавшая в Казахстане в 2017 году. Для этих целей выбрана дельта реки Иль, входящая в Алматинскую область. В качестве возродителя туранского тигра выступит амурский подвид — подготовка к старту проекта 2024 год. Экологические исследования показали, что в Средней Азии есть небольшие участки с хорошо сохранившейся естественной средой обитания, полностью подходящей для каспийских тигров. А если учесть его супер скилл в маскировке, то, возможно, он еще жив? Как считаете, есть вероятность того, что Джуль Барс еще жив? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.